доброе утречка наступило утро и я на кухне ведь я пришел он занимается там своими делами вот значит у меня в холодильнике я на той неделе наверно короче у меня были жареные котлетки и штук 7 котлеток мы не съели я их заморозку а теперь думаю на ужин же то надо готовить и поэтому я достала эти котлетки а до котлеток буду делать подливку и я их протушу и будет будет хорошо скажем так то были просто котлетки а сейчас будут тушеные подливки котлетки я уже лучок жарю морковочку тоже натерла сделаем подливку а пока я буду замешивать на десерт на целый день чтобы видеть агалды я сама люблю будем делать блинчики у меня 300 грамм подогретого домашнего молочка будет думаю на пол литра будет много вот будем делать с вами блинчики я сегодня собираюсь в больницу закрывать больничный чувствую себя великолепно вот у юли ситуацию вы знаете там немножко проблематично ничего они уже тоже жор как юля говорит жор у них начался они себе кушают а значит идет на выздоровление все и у сережи будет нормально леночка на домашнем обучении на дистанционке значит на 300 грамм молочка я добавила 4 яичка немножечко соли буквально немножечко сегодня без талона как ни странно в общем то когда я была в пятницу на поликлинике врач мне говорит талонов нет я не поверила пошла еще регистратура да действительно талонов нет в живую очередь она работает с 8 до 6 но с утра не рискуйте потому что тут убийство а где-то в районе двух часов я пойду в больницу и буду стоять до убора как получится 6 значит 6 4 сумасшедшая ситуация в больнице просто вновь вавзолей я пятницу нет когда до пятницу заходила на прием иду во мне талончик все дела талончик у меня был на час на час 10 попала я туда полчетверта вот и можете представить сколько я там отсидела это это просто кошмар ну ничего главное попало так добавили 4 яичка щепотку соли теперь добавлю блинчики я буду делать и сухих обычных сделаю так кушать с чаем и чуть-чуть делаю по-украински на лысники короче с творожочком сахара 2 полных ложки я по чуть-чуть добавляю духовочке их пропарю идем я уже заранее пропарила и порезала потому что снова купила такой же длинно зерновой он в принципе хороший длинно зерновой короче ягодка видать вот этот дашки пальчик без косточки она длинненькая но нам не нравится добавляем мутку и будем замешивать блинчики пока лучок жарится чтобы на ужин уже ничего не готовить потому что завтра на работу надо кое-какие подготовки сделать с утра сделаю блины сделаю подливку с котлетками она уже назвали макарошек и у нас будет ужин будет готов завтра на работу что-то надо брать я работаю подписчики спрашивают где вы работаете скажем так с целью того что я не особо имею право говорить о работе потому что сами понимаете предприятие серьезная атомная станция я работаю со спецодеждой скажем так больше не увы не имею права говорить потому что это тайна не моя сами понимаете подписочки и тогда уже много лет женщины и три мужчины то есть два слесаря морковочка пошла я всегда когда есть овощи и фрукты сезон овощей и фруктов понятно как любая хозяйка за так я наверно молочка с вами заболталась и по моему тесто у меня гуще чем нужно я всегда добавляю масло чтобы блин переворачивался лет и где-то полторы столовых ложки маслом каши не испортишь сейчас я еще добавлю чуть-чуть молочка наверное потому что густенько у меня произошел замес блинцы чудово вещь они всегда без проигрышные немножечко ванильки потому что у меня все-таки будут блинчики слабенькие все пачку я уже за неделю ушла пачечка ванильного ваниль натуральная не сахара ваниль будет подливка котлетки я достала в кастрюльке лежащих них лук жарится глаза пекут будут красные глаза я то говорю что запасы достаются и запасы начинаю и зелень идет уже вход и перчик болгарский люблю я всегда добавлять у меня по пакетикам порционно разделила чтобы в морозилке не было запаха скажем так перец он дает обалденный запах если вдруг ты не залезал пакет или судочек где-то пропускает воздух все все что лежит рядом в морозильной камере будет пахнуть болгарским перцем вот пускай тесточка немножечко отдохнет у меня а я сейчас пока замешаю замешают творожок немножечко осталось творога от вареников которые у нас с песней пошли на ура кто-то там написал я не буду говорить и на чтобы не ошибиться что неправильно варите вареники знаете для меня это стало это интересным как можно еще на пару так это уже вареники паровые я считаю что я или и я делаю правильно вода закипела мы ее посолили и кидаю в кипящую воду вареники что сделано было не так я не поняла так чуть-чуть мы добавляем сахарку в творожок в наш игумчик пошел и все-таки когда делаешь на лыснике творог должен быть эластичным и поэтому мы все-таки добавим яичко которая подарила мне вот она вроде когда на первый взгляд вот тут темная страшная ну как страшно она в работе всегда работе хоть она и черненькая но настолько она умничка она меня никогда не проводила никогда ни один блин там не пристал вот так что в пользовании маме подарок наделаем блин но на тушим котлет и с чистой совестью в больницу сдаваться нашим докторам так насчет мебели спрашивал народ все я значит сделала уже полностью почти полностью оплатила все ждем с двадцать пятого по двадцать седьмое приедет моя мебель и мы будем с вами делать фото видеосъемку по поводу того как каким способом будет она собираться как она будет устанавливаться и так далее для первого генщика я каплику масло все таки на стоворотку каплю для того чтобы она не пугалась работы так что ты еще хотела рассказать по поводу того что июня слава богу не можно будет выходить хотя бы ступится на новый год лучше она тоже ко мне не сможет прийти потому что ну потому что такая болячка что надо сидеть дом хотя они прекрасно себя чувствуют слава богу меня это радует когда болезнь уже отходит стороной от тебя уходит уходит и ходит идет на улучшение это любую маму порадует да и самих людей болезнь это очень неприятная вещь грейся грейся сковородка на улице пошел мелкий дождь я думала снежок нет мелкий дождь он нас не пугает пускай себе капаем вчера я по новой почте получила икру заказываю икру потом когда будем с вами готовить новогодние столы я покажу какая она красивенная все попробовала баночки их аж три попробовала все достойные вкусные я все узнала кто выпускает где изготавливается где рыба водится и так далее и о цене и обо всем и о качестве поговорим с вами когда будем готовы заготовочки на новый год значит я меняю местами потому что это комфорт у меня работает чуть сильнее чем-то включаю маленькую и запускаю свои котлеты в подливочку в подливку надо добавить немножечко муки чтобы загустить саму подливку чтобы она не была водой а скажем так подлив как делают гуляши с мясом всегда идет в добавочку мука обязательно вот потому что это подлив скажем так он не должен быть как вода сделаем сметанку достала и томатную пасту сделаем такой соус у крышки можно зубами вообще не открывается жестоко но зубы тут где-то 2 чайных ложки томатной пасты и у меня здесь остатки домашней сметаны где-то такая большая столовая ложечка будет и то не вся израсходовалась ничего мы ее потом когда будем делать на листничке солим этот соус перчим сегодня надо купить черный перец добавим водички и соус готов сейчас мы его размешаем потом сковородке сам по себе размешается так моя сковородочка просит дайте блин дайте блин я сейчас запущу первый может парочку блинчиков сами сделаем а потом когда мне нужно будет их фаршировать я снова включусь вместе с вами по болтушки и по воздушке блинчиков я даю блинчик сковородочки и вошел первый наш блинчик вот так лично получается тоненькие у меня хорошие яйца домашние должны хорошие блинчики все подлевочка тушится сейчас я сниму хоть один блинчик закину второй и будем с вами прощаться ненадолго видите увидите там свои планы на сегодняшний день аж окошки надо открывать потому что слишком парка я не добавляю соды не добавляю уксусов блины они по сами по себе получаются пористые красивенькие пузырчатые так что вот так степан со мной рядом облизывается видать он покушал первый блинчик я начинаю выключаться с вами прощаться ненадолго сейчас даже блинчики и вас снова позову хорошо все мои блинчики поджарились я их делаю маленькими потому что но я люблю так вот знаете взял этот самый и закинула вот такие маханьки красивенькие маленькие как пальчики сейчас покажу как это я делаю вот так вот блинчик режу на 4 я это была в одном доме и на листнике вот так далее в таком виде мне понравилось думаю тюк когда мы делаем вот большие они то есть и творогу то много и а это вот такие знаете как маленькое мини баловство пальчик такой раз и сушил из серединки вот так серединку заворачиваем потом один краешек 2 краешек и пальчик еще раз показываю может быть плохо видно серединка один бачок второй бачок и завернули оно и на блюде красиво смотрится и не выпадет никогда творог потому что он завернут со всех сторон завернули свернули конвертиком короче как и делают голубцы таким же способом маленькие такие голубчики кулечками некоторые кстати у меня накручены голубцы лежат в морозилке люблю я много заготовок пельмени и вареники двух видов голубцы и фаршированный перец все это есть то есть только кушать осталось и готовить кушать и все она учила меня этому тоже моя родственница из россии мы как-то приехали под белгородом они живут мы приехали к ним гости не предупредив и когда она открыла свои камеру холодильник и камеру это это и я я просто обалдела в пакетиках котлеты блинчики варенички но как я вам перечислила все буквально и перцы фаршированные голубцы и котлеты просто в сыром виде подмороженные по кулечкам разложенные ну то есть всегда это например вот выходной длинный да не лежит у дивана делает задел продуктов когда например сезон перчиков или сезон чего там капусты и зеленый молодой вот такой она прикольная на голубчики молоденькая накрутил и зима как бы я сказал сейчас витя как говорится что зимою готовит нет варежки а ну давай напомнишь замутыла сама нужно все подберет и потому да зима когда уже нет доход доступа такие такого широкого доступа к овощам и фруктам ну понятно фрукты тоже замораживаются все мы много любим мы и вишни и смородина и малинка но всегда есть заморозки раз и так ну все не буду вас долго мучить потом вечером покажем какие получились котлетки красивенные с макарошками и пригласим вас к столу все хорошего дня вам удачного дня не скучайте пусть понедельник будет добрым хорошим не уставайте любите все показываю чудо которое у нас вот остались у меня пять блинчиков такие пустые ведь я их сильно любит а я тоже к чайку и вот такие конвертики с творожком с изюмом с ванилечкой с сахаром вот а потом хотим разжарим на сливочном масле чеки хотим не разжарим то есть они и холодными вкусненькие и горячим все чудово раз чудово